3 августа Преображенский суд Москвы признал соратницу Навального Любовь Соболь виновной по санитарному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Любовь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Соболь назвала приговор неправосудным, заявив, что в деле нет доказательства ее вины. На протяжении всех судебных заседаний Преображенский суд Москвы в лице своего председателя, который выделил мне в качестве судей по санитарному делу, отказывал в допуске общественности и СМИ даже на территорию суда, даже в само здание. При этом, когда мы требовали допустить СМИ и представителей общественности в открытый и гласный процесс, который открытым и гласным является по конституции нашей страны, основному закону, нам судья говорила, председатель суда, Да у нас открытый и гласный процесс. Знаете, у нас просто вот здесь приставы где-то сидят, там, госохрана, прокуроры и так далее, ну, мест не хватает или что-то такое. Ну, то есть, очевидно, вранье, очевидно, ложь. Просто закрыли процесс от общественности. Закрыли, потому что в деле нет никаких доказательств моей виновности. А невиновный человек у нас тот в презумпции невиновности должен быть на свободе. Поэтому сейчас, конечно, засчитывают неправосудный приговор, в котором я являюсь уже... Приговор явно уже обвинительный, потому что там установлена якобы моя виновность. Какую-то конкретную санкцию я не знаю, потому что когда я начала снимать процесс, меня просто приставы очень грубо вытолкали из зала. И не дали мне заслушать даже то, что мне сейчас по приговору присудило. Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, приговор предусматривает, что Любови будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также являться в инспекцию трижды в месяц. Он также уточнил, что полгода, которые Любовь провела под домашним арестом и запретом определенных действий, будут зачтены. Таким образом, ограничение свободы будет действовать около года. По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции. Любовь отрицает вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен ковид-19. Ясное дело, что это всего лишь повод отстранить действительно мощную Любовь Соболь от политической жизни в стране. При честной конкуренции соратники Навального легко победили бы на выборах. Я бы хотел обратиться к теме прошедших выборов мэра Москвы. У меня в руках интервью Сергея Собянина, в котором он признал, что он советовался с вами по поводу участия в этих выборах Алексея Навального. И ваша реакция была положительной. И вот если это действительно так, а действительно делали ли это президента решать, кому участвовать в выборах, кому не участвовать? Вообще, почему проводились такие консультации, например, по Навальному, что он представляет угрозу для власти? Если бы представляла угрозу, на выборы бы не пустили. Международный Олимпийский комитет начал официальное расследование, связанное с ситуацией вокруг белорусской легкоатлетки, участницы Игр-2020 в Японии Кристины Тимановской. В конце минувшей недели она заявила, что руководство белорусской сборной попыталось насильно вывести ее с Олимпиады в Беларусь. Кристина связала это с критикой, высказанной ее ранее в адрес белорусских спортивных чиновников. Они заставляли участвовать ее в соревнованиях, на которые спортсменка не была заявлена. Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид. Эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, плевать, с чем угодно. Почему я должна расхлебывать эти проблемы? Как у вас? Я узнаю это от левых людей, при том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Алло, вы вообще о чем? У вас все окей, это Олимпийские игры, это не приколы. Некоторое время спустя Тимановской купили билет на самолет и вывезли в аэропорт. Откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то, что была заявлена на соревнования на дистанции 200 метров? Кристина решила действовать и попросила помощи у Международного Олимпийского комитета. Я прошу Международный Олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный Олимпийский комитет вмешаться в это. Власти Японии взяли спортсменку под свою защиту, а в ног Белоруссии заявили, что решение отправить спортсменку домой связано с ее эмоционально-психологическим состоянием. Нам надавали понять, что по возвращению домой меня точно будут ждать какое-то наказание, а если вдруг я откажусь ехать домой и выйду на дистанцию 200 метров и пробегу ее, то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды, и были такие тонкие намеки, что этим дело не закончится. Ключевая фраза стала, что решение о том, что ты должна ехать домой, приняли не мы, это приняли другие люди, нам просто приказано это исполнить. Конкретно сейчас я просто хочу безопасно добраться в Европу, там встретиться с фондом, с людьми, которые мне помогают, принять, наверное, совместно какое-то решение, как дальше мне поступить. Очень бы хотелось, на самом деле, продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года, и у меня были планы еще как минимум на две Олимпиады. Я не думала пока, за какую страну я буду выступать, или продолжу, допустим, выступать все-таки за Беларусь, либо нейтральный флаг. На данный момент все, что меня волнует, это моя безопасность. Принять белорусскую спортсменку к себе выразили готовность Польша, Чехия и Франция. В частности, секретарь по европейским делам при МИД Франции Клемон Бонн заявил, что рассматривает возможность предоставить Тимановское политическое убежище в ближайшие дни. Я считаю, что это было честью для Европы, добавил он. 2 августа Польша предоставила Кристине гуманитарную визу, и в скором времени она покинет Японию. Но не Лукашенко единым. Несмотря на все, жизнь продолжается и в Белоруссии. Блогер из Минска Максим Мирович решил подробно изучить последствия аварии на Чернобыльской АЭС и отправился в Припять на военные объекты зоны, а также в белорусскую часть зоны отчуждения, где находятся брошенные села и город-призрак Солнечный. Ему удалось поговорить с очевидцами тех событий и дополнить общеизвестную картину того времени. Если вас заинтересовало, ссылка в описании. Левада-Центр провел среди россиян старше 18 лет занятный опрос. Как люди относятся к СМИ, которых объявляют иностранными агентами? Результаты довольно интересные. Давайте посмотрим. 11% респондентов хорошо знают о данном законе. 31% не имеет ясного представления, но в курсе событий. 57% первый раз слышат об иностранных агентах. Очевидно, Соловьева с Киселевым еще есть над чем работать. Больше всего о законе осведомлены читатели интернет-изданий. 58% либо хорошо знают о законе, либо хотя бы что-то слышали о нем. Среди телезрителей соответствующий показатель составляет чуть больше трети, 36%. И главный вопрос, в чем, как считают респонденты, заключается смысл данного закона? Тут мнения разделились практически поровну. 40% россиян считают, что смысл этого закона в давлении на независимые общественные организации. Чуть меньше, 37%, в том, чтобы ограничивать влияние Запада на нашу страну. При этом около четверти респондентов, 23%, затруднились с ответом. Точка зрения, что смысл закона прежде всего в ограничении влияния западных стран, наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше, 45% по группе. Мнение, что власть таким образом давит на независимые общественные организации, в большей степени свойственно респондентам 25-39 лет, что, конечно, неудивительно. Точка зрения об ограничении влияния Запада наиболее популярна среди телезрителей, 46%. Точка зрения о давлении на независимые общественные организации популярнее среди читателей интернет-изданий и социальных сетей, 46% и 53%, соответственно. Тоже неудивительно. Среди респондентов, которые одобряют деятельность Путина, наиболее популярна точка зрения о том, что смысл закона ограничить влияние Запада, 47% по группе. Среди тех, кто не поддерживает его деятельность, популярнее точка зрения о том, что закон принят с целью давления на общественные организации, 61%. Больше половины россиян, 58%, не изменят своего отношения к политикам, СМИ или НКО, если узнают, что они внесены в реестр иноагентов. Четверть респондентов, 26%, ухудшат свое мнение, 4% улучшат. Будем следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok